Приветствую вас! И высокомерие это означает, что человек считает себя лучше, чем другие, ставит себя выше. Высокомерие, то есть высокая мерка, то есть человек дает себе более высокую мерку, чем другим людям. И бывает высокомерность оправданная, то есть с точки зрения социального круга, например, когда богатый ведет себя высокомерно по отношению к бедному, да? А бывает высокомерие не оправданное, когда человек, допустим, ничем не лучше, но при этом ведет себя так, как будто он король и ему все должны. Что касается холодного пофигиста, то это означает, что человеку без разницы на все, он не принимает во внимание ничего, что касается других людей, кроме самого себя. И если это пофигизм и по отношению к себе самому, то человек в этом случае и к себе относится довольно-таки пофигистически, то есть никак о себе не заботится и выполняет лишь только самые необходимые функции. Но думаю, что речь идет про все-таки других людей, и холодный пофигизм в этом случае об отношении, что человек не интересуется другими людьми вообще никак. Что это такое? Это черты характера. Черты характера определяются типом личности. Значит, носикомерие проектировано людям, как правило, значит, холерикам, интровертам, то есть тем, кто в себе направлены внутрь себя, и людям, в общем-то, самодостаточно. Им не нужны другие люди. Дальше подобное присуще людям гордым, людям излично самоуверенным и так далее. Значит, в принципе, на этом, наверное, вопрос можно закончить, ответ можно закончить, закончить, потому что на ваши вопросы, в принципе, ответ был дан. Но я хочу сказать еще, что засекомерие и холодный пофигизм могут быть свойственны людям, которые втайне внутри не уверены в себе. Потому что человек пофигистичен тогда, он считает, что ему ничего не нужно, когда он испытывает глубокую фрустрацию. И на фрустрацию, то есть на невозможность сделать то, что хочется, существует множество реакций. И реакция регрессии, то есть когда человек снижает ценность того, что он хочет, является не первой, но и не последней. Она является где-то в промежутке. И возможно, человек, о котором вы говорите, испытывает именно это. По какой-то причине он разочаровался в отношении с другими людьми. По какой-то причине он не считает возможным нормально реализоваться в них. В результате чего единственным выходом из ситуации он видит только лишь ограждение, отстранение от них. Такое тоже бывает. И в этом случае нужно такого человека понять. Понять, почему он разочаровался в контактах с людьми. И постараемся в этом ему помочь, чтобы данные контакты все-таки наладить. Потому что человек большинство социальное. И если не будет общаться с другими людьми, то будет наступать, к сожалению, лишь деградация. И все более и более сильная оторванность от реального мира. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго.